Привет, ты не хочешь покрасить в темный цвет? Нет, мне не идет темный цвет в русый максимум, в свой родной, но не лицо закрываешь, лицо не закрываю в соляре, люблю загорать именно лицо, на тело мне все равно, я смуглая, у меня всегда идет темный цвет кожи, вот, а вот лицо почему-то белеет раньше времени. Совсем, ты качала верхнюю губу? Да, качала, ой, фирма тональный, мак, куда собралась, мне кажется, ты в недостатке, они отправляются, надо акцентировать на своих достоинствах, мне кажется, ты рискил эти, ребят, вам кажется, я считаю себя идеальной. Нет, ты, конечно, знаешь, что какие-то есть недостатки, но люди их не видят, когда я вам говорю, но нет, я смотрю на себя в детку, я довольна всем, поэтому я не переделывала свое лицо, мне это не надо, потому что я прекрасна, я себя люблю, а рост тебе какой, 170, этот цвет волос бомба, корни хочу покрасить, девчонки, помогите, помогите. Так никто-нибудь напишет в личку, где купить это счастье для волос, заказать, смотрите, вот эти волосы, они такие коротенькие, если их покрасить, они же отвалятся, или уже никуда отваливаются, посмотрите, какие короткие, как у мальчика волосы, 170 рост, что ела сегодня, грудь своя, своя, когда в лифчике она побольше, конечно, губы сильно пухлые, я бы не сказала, в соляре бреден, вреден, купи загарный крем, тоже мой сын так говорит, ты грудь сделала? Нет, но хочу очень сделать, я надеюсь, что получится, познакомилась с врачом, очень классный врач, мне всегда все нравится, как люди, вы же знаете меня, вот, ну вообще, в принципе, врач должен тебе понравиться, и я надеюсь, что сделаю в ближайшее время, и как вы думаете, если я в прямом эфире буду делать грудь, вы будете смотреть, или это ужас? Ну вообще, мне кажется, это не ужас, потому что я очень боюсь этого делать, и понимаю, что многие, как я, боятся, потому что я только представляю, она ее операция, мне становится плохо, я умираю, и все, у меня сразу начинается, я и операция, я и операция. Загорать, если врач запретил? Ну, смотря, что у вас, если у вас какая-то болезнь кожи, то не надо ходить загорать, а если у вас, как у меня, то я просто одену шорты, и у меня моя часть тела, которая не должна забирать, не будет загорать. А так, если у вас какие-то проблемы серьезные, то, конечно, нельзя. Мне-то спрашивают, я же не врач. Привет, идеальная. Ой, ну спасибо, это не правда, но я надеюсь, что для своего мужчины я идеальная, а все остальное не важно. Можно написать личное сообщение, да, сегодня, кстати, вопросов было много, и я все отвечу. Я пропала на несколько дней, вы знаете, что когда я с Алексеем тянчатся. Ну, любовь, такое дело, что мы проводим время вместе, личные сообщения мне пишут многие, кому-то я отвечаю, а кому-то нет. Честно сказать, не знаю, у меня сегодня много работы по магазинам, новый товар, новые платьишки, немного, конечно, но есть. Очень красиво, и вчера уже я ходила гулять. Вот. Как бы по-будке такая такая, даже не посолкаешься. В 19-е дела, нет, 20 минут я вспомнилась, можно написать, у тебя свои ресницы, ну нет, ну что ж, куда ж такие ресницы свои. Какая самая высокая девушка на проекте была, без понятия, листы хорошие. Что за счастье для волос, назначку счастья для волос? О, боже. Счастье не пошло бы делать счастье для волос или абсолютное счастье для волос? Счастье для волос уже давно никто не делает, абсолютное счастье для волос для меня это шикарное средство, у меня были. Волосы, конечно, такого ужаса у меня на голове никогда не было. Вот такой длины я подстриглась, у меня волосы отресли буквально за пару месяцев, нет, на три месяца, вот так. Густющие, объемные, поэтому мне очень нужно абсолютное счастье для волос. Прям очень. Здравствуйте. Сам, кто-то, запустите ноготки, красиво блестят. Правда? Я хочу нарастить длинное, но я видит, покажи подмышки. Что там? Что-то волосы, ужас какой-то. Да, шучу. Я хочу увидеть, смотрите, у меня уже отрасли на головке. Вот. Ну, почему, блиненький, да, еще как не отрасли. Это побуждать не хочется. Я не могу вытягивать эти волосы. Еще посоветуйте, как я супер нереально крутой утюжок. С моим утюжком ни черта не вытянешь. Какой размер груди? Два с половиной, три. Для какого? Для такого веса вообще хорошая грудь. Страшно смотреть, как тебе миксит. Отлично. Это не ужасно страшно. Это не утра, сортка. Ты же делала себе нос. Кто? Я что, с ума сошли? Я говорю, зачем мне делать нос? Нет, конечно, я говорила, что у меня был комплекс в детском месте, родная с ним и Стаса, у меня вот такой нос. Нет, я себе ничего не делала. Смотрите, мои детские фотографии. То, что ты на фотошопе мне сделали вот такой клюв. Интересно, как это в детстве у меня был нормальный нос, а потом у меня клювашник вырос, еще и длинный нос. Только в кого? Не знаю, явно. На маму мы этим не похожи длиной носа. На мою картошку. Я слышу, что я картошку. Какой делал нос? Она же в норме. Ты уже не в Минске? Нет. У тебя хорошая грудь. Вы не видели мою грудь? Вы можете сказать, хорошая она у меня или нет? Вы же не видели? Я родила два года назад, не так не могу прийти в себя. Плохо чувствую себя, тошнота и слабость. Может какие-то ритемины посоветишь? Ой, вам врачу надо идти, мы в классе-то проблем. Я не врача, я не могу вам сказать. У меня все нормально было. Два года прошло. Это у вас явно не после родов что-то. Знаете, как мне говорили, когда я заберемела, у меня заложила нос. Мне говорили, это аллергическая реакция, у тебя все пройдет. Но как бы уже прошло 9 лет, у меня все проходит, понимаете? Все, никак не пройдет. Фигура класса, грудь зачетная. Леша, какой мужский вопрос вы спрашиваете? Не скажу, так слишком он у меня хороший. А то точно какая-нибудь реально ведет. Когда свадьба с Лешей. Когда свадьба с Лешей, никогда у нас не будет свадьбы. Все. Мы будем без свадьбы. Моя мама ни разу не была замужем, понимаете? Чтобы вы понимали, что как, откуда. Ни разу. Она считает, что это все не нужно. Вот так вот. Что ты хочешь вести, чтобы она стояла в таком размере? Нет, у меня маленькая грудь, для меня сейчас. Моя грудь всегда была больше. Если посмотреть мои старые фотографии в августе тетивы вниз на 2015-2016 год, моя грудь была в два раза больше. Раньше заходила, вот видите, она же была вот такая. Тетюля заходила сначала, а потом заходила я. Здравствуйте. Китай, все Китай. Приветик, приветики. Сколько тебе лет? Мне 29. Секси, шмекси. Да ладно, я сейчас. Ухо. Ты за ней хочешь постричь? Нет. Hello, привет. Как животик? А за сколько ты его делала? Кого делала? А, счастье для волос? Я скажу, что где я делала, я в Топсе делала. Там цена, конечно, другая. Маленький город. В Москве дорого. 5 тысяч. Одна процедура. Но если хотите, я могу узнать у девочки, которая я делала кератированный волос. Вот. Сколько у нее стоит? Может, мы придумаем какой-нибудь конкурс? Я же сюда для вас придумаю. Что-то я не знаю. Просто, как бы, я сама хочу к ней пойти, чтобы она мне сделала, то у меня волос торчат. Вот это, Внеш, не собираетесь делать предложение поживили, если вы... Может быть, мы уже женаты, а вы не знаете об этом. Можно нам что-нибудь оставить для себя личное? Ну, как бы... Ну, это будет как-то справедливо. Не все уже делиться с вами, любимые мои. Господи, где вы с отечественного магазина? Вы не знаете мой сайт? У меня уже 24 тысячи подписчиков имели и накручивали, потому что вы меня любите. И вы со мной, господи, господи. Но мы теперь занимаемся сестрой, потому что она более выбирает такую одежду. Я многие же не надели бы такую шубу из ламы, как у меня была, правда, голубая с розовым. Потому что у меня своеобразный вкус. Я знаю, всем нравится, как я одеваюсь, нравится мой стиль. Ну, не все могут так одеться. Иногда одеваю, конечно, такие более-менее красивые, простенькие платья. Иногда я одеваюсь как... Ну, не знаю, как Филипп Киркоров, но я люблю все яркое. Не всем это, всем нравится. Мои друзья говорили всегда, тебе так красиво, но я бы так не оделась, да? Поэтому, ну, как бы так. Как и вот шорты мои под жопень. А, естественно, грудь закрыта. Где? Привет, приезжаю из Бакистан. Кроссорка, да ну... Вау! Ярослав, ну уже есть кто это делает. Я не знаю, что делать утюжок гамма. Очень хороший. Я сейчас тебе покажу свой утюжок. У меня утюжок гамма. Он не очень хороший. Да. В магазине продаются профессиональные утюжки. Помните, я не знаю, будет ли кто-то в эфире сейчас? Мы решили же вами разыграть профессиональную утюжку. Сколько я раз накрутилась? Три или четыре? В идеальном состоянии. 5600, по-моему, или 5600. Все-таки, короче, неважно, около 6 тысяч рублей стоит. Причем, будем ее разыгрывать или нет? Мне с моими волосами, как-то, нельзя ей пользоваться. Вы хотели, чтобы я ее разыграла? Я думаю, что этот момент настал. У меня есть компромат на Лешу. Господи, боже мой. Да ладно, неужели? Если бы у вас был компромат на Лешу, вы бы уже давно мне прислали личные сообщения. Я устала одно и то же спрашивать. Что к счастью ходит, расскажи. Ну, почитайте в интернете. Я вам писать ничего не буду. Вы должны не писать. Я не знаю, кто или что у вас. Это какую-то чушь несете здесь. Да, да, компромат. Дура, блядь. А что ж ты заходишь на меня? Растет такая дура и блядь. Чем отличается консерву от аналки? Есть. Google в помощь. Набираешь и смотришь, чем отличается. Что такое счастье для волос? Это какая-то процедура? Да, это лейбл процедуры. Девчонки, вы что, не знаете? Это самая крутая. Для меня процедура это самая крутая. Спасибо. А как может быть такой? Ага, каждый день предлагают выйти замуж. Вы такой красивый. Каждый день у тебя предлагают выйти замуж. Нет, вы что, конечно же нет. Красивым бабам всегда тяжелее. Нам тоже не предлагают выходить. Просто быть красивой, это на самом деле очень грустно. Надо быть красивым везде. Особенно вот здесь. Если вы здесь некрасивый, я боюсь, что ваша красота обратится на не очень хорошие последствия. Вы же через 20 лет не будете красивым. Так как сейчас в молодости, надо всегда развивать, развиваться духовно. Здравствуйте. Ребеночка еще не хочешь? Хочу, но не сейчас. Моя дочь зовут Владислава. Слава, ты куришь, я давно не курю, кстати, мне с ней сделать, что я курю. Это почему? Это плохой сон? Скажите, пожалуйста. Я потерял свой красный ползин, у меня сейчас волосы, шампун. Или процедура. Счастье для волос это процедура. Туда входит, по-моему, 4 или 5 компонентов. Это процедура, процедура для волос шикарная. Девчонки, ну не пожалеете. Я думаю, просто если делать в Москве, то очень дорого. Легче купите самому дома, чтобы вам кто-то помогал делать, потому что там сам ты не сделаешь. Я уже Лёша сказала, что мне Лёша будет делать эту процедуру. Ну как бы, чтобы он знал, что не все так просто. Баку, привет, почему ты похудела в ногах? А, потому что у меня ноги всегда худые. Даже когда поправлялась. Ноги у меня всегда худые, худые. У кого-то нормально, тело худеет и ноги худеют. В общем, живот худел бы так же. Лесницы дела, сделай. Сколько ты колола губки? Нет, колола. Первый раз я рассказывала неудачно, потому что пятнашка была, или что-то. Короче, не очень плотный день. Не видно было. А второй раз мне уже прям вывернули. У меня губы... Не доходят руки, да, поздно писать? Смотрите, здесь я по фотографиям у меня все были нормальные губы. Это на детских фотографиях пишут, что это с губами, потому что я их не выключила. Конечно, сейчас, когда я улыбаюсь, у меня тоже не особо большие губы. Конечно, мы вас любим. Спасибо. Тени, это эффект. Конечно, эффект. Это что такое? Это эффект в Инстаграм. Он может быть у каждой из вас. Скажите лучше, почему у меня... Вот вы меня спрашиваете такие вопросы. Как будто я дерматолог, врач, психолог. Теперь я буду вас спрашивать. Почему у меня прыщи? Почему у меня сыпет? Скажите, почему у меня сыпет? Вроде я перестала жрать всякое говно. Вот почему у меня сыпет? Может, это и за кофе? Мне кажется, это и за кофе. Как вы думаете? Стиль у тебя классный. Согласна, согласна. Ну, не все так могут одеться, правда? Не все оденут шорты под непонятно. Вот какое место... У-у-у-у... Говорю, зачетно. Да ну, что же, вот так. Я бы ее не делала, поверьте себе, зачетно. Вот я вот хочу вот лоб, например. Вот мне говорят, что он всегда напишет в эфире. Почему ты так делаешь лоб? Ну, потому что я так делаю. Ну, я его не буду колоть. Я сказал врачу, что зачем? Просто у меня вот такая подвижная мимика лица. Зачем ела? Не знаю. Ах... Потеряла красную помаду, теперь страдаю. Не менее такой. Мне не смешно. О, в клубе темно. О-о-о-о. Что-то я ездила, хотела, нет, где мне прижать. Очень хочу такую искала. Плойку, да? Да, разыграть. Елечки делайте. Элечки сделала. А-а-а. Как ты начнешь петь как Бузова? Я не Бузова, потому что я не смогу начать петь как Бузова, во-первых. Во-вторых, ну, я не вижу себя в роли пелиции. Я думаю, что это не мое. Брой докрась. А, по-моему, я одну вообще еда не накрасила. Бороться будешь со мной? Чего? Блядь, девочка, я ни с кем не борюсь. Так сильно похудела в ногах. Господи, боже мой, ну что же вам так мои ноги не дают в покое? Мне очень нравится, когда ноги худые. Ну, забыла и накрасить одну, вторую брод. Но бывает. Вообще не могу без укладки ходить. Что ты думаешь, а Бузова? Все по мне имеется здесь в высоте ряда. Ты пользуешься пудрой? Но сейчас нет. Куда, блин? Чуть-чуть аналочки хватит. Вот я на проекте начала пользоваться всем. Ну, конечно, там жара, нам нужна была пудра. Блин, ребят, что-то я прямо есть захотела. Прямо, что-то голодаю. Надо идти и есть. Ответение, это факт в инстаграме. Фильтар, фильтар. Бровень ровно. Господи, боже мой, да ну что ж тебе моя брось не дает покоя. Там неровно, но неровно мне нравится. Так пойду. А что куришь? Не курю. Вообще, вы что-то на тушле. Фу, фу, курить. Я курю только на проекте. Не курю. 18 лет. Сигареты. На проекте скучно. Там все закуривают. Но и ребята начали курить. Красивая добра. В эфире, да, вот некоторые. Два с половиной у меня грудь, два с половиной три. Когда как? Сейчас два с половиной минута похудела? Какая разница курит у нас судьбе за собой, смотри. Так вот перекараться вот эту курил. Хороший розыгрыш, да, нравится? Окей, сейчас все придумаем. На событиях все делаю. Лизонька, ты носишь липчик к нам доношу, конечно же. Куда взрывчика? Есть одежда, которая не поддерживает. Грудь какая-то. Поэтому, как бы, говорю как есть. Маячка просто держит, так? А так львчик, конечно, к теории, что ходишь без косметики. Если везде толтуар, искусственные ресницы, все уже так сделано. Для меня странные люди, которые так говорят. Вы красите ресницы, даже если вы не делаете ресницы, красите. Это то же самое. То же самое. Просто вы каждый день не красите. А я, например, красила и хожу, кайфую от того, что мне надо просыпаться и красить ресницы. Да, татуаж бровей. Татуаж бровей у меня стерся, но я собиралась сделать, кстати, на все входные. Спасибо, что мне напомнили. Мне надо написать девочке, чтобы сделать татуаж бровей. Чтобы не красить чем? Карандашом. Потому что вы ходите краской краской брови или карандашом. Вы их подкрашиваете, все равно делаете форму. А татуаж делается для того, чтобы это не делать каждый день. Это все одно и то же. И потом, когда вы пишите, что вы неестественны, но если вы вообще не краситесь, и у вас идеальная лицо. Но я таких не встречала еще, конечно, девочек. Честно скажу. Поэтому, ну, как бы, наверное, вы не очень выглядите. Если вы не подкрашиваете, не хотите быть немножечко краше, свежее, красивее. Вот как бы так. Сыплет очень красиво. А что такое это? Идут поздно. Андрей, что? Что, как шелках нож? Что сделаешь штрих? Не верю, не слышу. У меня была фигура такая, где одеваешь каких-то магазинов? Только в своем магазине. Ну, иногда где-то еще одеваюсь. Носишь линзы, не ношу линзы. Не скучаю по дому. Два ногти, когда пойдешь, переделывай. Пока еще нормальные ногти. Свои волосы не имеют значения. Какой фирмы сейчас свои волосы не имеет значения? Девочки, он есть только в Лейбл. Больше бы нигде нет. Поэтому только одна фирма производит счастье для волос. Так что, так. Где Леша? Губы, фу, фу. Что ты думаешь с отношения Андрея Кахно? Да, правую забыл. Да уже подкрасила. Что с плойкой? Да-да, нужен такой розовый. Скажи, когда будет происходить розовый. Ну, мы сегодня, если сейчас придумаем. Ну, давайте такой конкурс. Потому что кто-то там на меня обиделся. Из-за того, что в тот раз выиграла девочка. Девочка выиграла. С Минстер. Ну, я, может быть, даже, кстати, хотела ей лично отдать от руки, но не получится. Потому что, наверное, я останусь в Москве. Давайте так. Там написано было указать нам трех друзей. Ну, и активничать не под этим постом. Вы уже указали трех друзей. А в течение недели. Я примерно такой же сделаю конкурс. В течение недели, это значит, под каждым постом надо активничать. И я буду же выбирать самого активного. Думаю, что я еще придумаю конкурс. Как перестать зависать во всех твоих эфирах. Господи, боже мой, это приятно. Я сейчас расплачусь. Какой фильм. И счастье для волос. Лейбл, 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 лейбл. Очень, очень красиво. Молодец. Скажите, пожалуйста, если я удалюсь с инстаграма, поставьте плюсики, кто будет переживать, а кто нет. Потому что мне накрывает в последнее время депрессии. Поэтому у меня нет ни сторис, ничего. Я не знаю, что делать. Мне кажется, что моя жизнь какая-то тухлая стала. Я писала вчера, что меня напрягает, что я привыкла жить всю жизнь в своей квартире, в своем доме со своим ребенком. Сейчас у меня такая дерьмовая ситуация. Я, конечно, держусь. Молодец, улыбаюсь. Как вы говорите. Но в душе моей головы нища полная. Вот. И у меня бывает накрывает мысль, что я хочу удалиться. Прикиньте, потому что мне надоело читать такую грязь. Ой. Фу, какая страшная. Ну, вот на это нет. Это меня не обижает. Но косметики. Я только что показывала. Всегда показываю, что я наношу косметики. Моей косметики, чтобы вы понимали, сколько наношу мало я ее, мне кажется, никто так мало не наносит. Потому что я не наношу никогда тону косметики. У меня даже, наверное, где-то есть пробелы, потому что совсем капельку кладу на руку. Никогда много. Я всегда делаю для того, чтобы просто выровнять лицо. Никогда много не носила косметики. Для меня сразу... Ой, я сейчас посмотрю, потому что, честно сказать, надо. Если я сейчас пойду смотреть, я уже с утра начала отвечать. Но вопрос это в магазине, я немножечко придурею. Я такой завтрак и пошла где-то час назад. Потому что все по магазинам. Покажи сись, Англия. О, господи. Болтушка. Ну, есть такое. Давно с вами не болтала. Давайте пролистну, потому что зависает вопрос, как я понимаю. Каким шампунем пользуешься. Плюс, плюс, плюс. Так мало людей всего будет страдать, если я... Увидусь. Уже без своих эфиров, мне кажется, вы меня обманываете. Как отношусь к тому, что вы избили ряску. Я не посмотрела эфир. Я не увидела, кстати, я просто с Настей переписалась. Рязка. Не обманывай людей, что тебе 28 лет. Или сколько, 29, что ты моровестница. Мне кажется, просто нереально ты выглядишь. Моя мама выглядит, мне кажется, лучше. Вот, поэтому я не верю, что, во-первых, у меня свой возраст. Я считаю, что она обманывает народу. Потому что, как всегда, выяснится, что ей 38. Вот. К рязке отношений, мне кажется, она такая... Умная. Я не знаю, я смотрю эфир, я не могу сказать. Но вот то, что она отвечает, она не глупая девушка. Поэтому она задевает многие. Потому что она может просто по полочкам все сказать, вывести, да. Но то, что ее избили, я не увидела избиение. Извините, может, я как-то с глазами или у меня глаза не видят. Избиение вообще, конечно, не увидела. Просто девчонок хотели слить. Как я написала уже, их слили. Вот. Девчонок слили. Однозначно. Однозначно. Рязку никто не избил. Кстати, это рязку, она же кобыла. Блин, она и женщина. Я говорю, Настя, как можно было избить рязку? Это же рязка. Рязка, она же большая. Да ну нет, ну вы что. Ну, как бы, если я хотела, мне кажется, она бы сдачу дала конкретно. Она просто сделала свою работу. Вылила девчонок. Сделала так, чтобы их выгнали. Вот и все. Что шумит? Дорога, улица шумит. Рязка ужас на самом деле. Старая сплошная мама. Вот скажите, пожалуйста, или я? Рязка добрый человек. Я не смотрю эфир и не буду говорить. Просто говорю, что я визуально вижу. Ну, как бы, что мы не на повестнице. Не может быть. Не может быть. Какого бы значения, когда не говорю. Каких еще и на этой борщ. Особенно с тем маленьким мальчиком. Ну, вот, например, для меня кудрышов был. Всегда я его называла сынуля. Я на него смотрю, конечно, у нас не такая большая разница в возрасте. Но для меня он как сынуля, он маленький. А этот вообще дрыш. Ну, мне кажется, он вообще, в принципе, гомосек. Мы так с Лешей общались. Ну, поэтому... Ой, ладно, не буду называть наших известных парочек. Те, которые с гомосеками живут, старенькие. Полностью как худеешь. 29, хорошо она выглядит. Просто она крупное поведение бабуси. Ей 29. Хорошо она выглядит. Но, не знаю, мне 29. Я не могу сказать, что мы прекрасная лестница. Вот моя мама шикарно выглядит. Спасибо, спасибо. Сама не пришла возвращаться на проект по машине ручкой. Худка очень нравится. Слушай, мне сейчас спасибо. Новый тату. Нет, я не то, что не думала сделать новую тату. Я думаю, как свести вот эту татуировку. Я ненавижу ее. Переживаю за Юлию Сергеевну, потому что юля взрослая женщина. Нет. Я к Юлию хорошо отношусь и знаю, что к кому я не сделала выбор. Это будет правильный выбор, однозначно. Рязка, это просто область, это такая дура. Да, может быть, красота. Не сравнивала. Не скилл свою маму. Она что, красотка? Да нет, я имею в виду возраст. Я не сравниваю. Блин, понятно, что моя мама красивая. Но я имею в виду, что резка, она взрослая очень выглядела. Мама все поможет, как поддержит свою фигуру. Почему ты хочешь свести? А что за тату? Хочу плойку, хрен с рязкой. Вот согласна. Сколько интересные. Ваша пара мне нравится. Как думаешь, по поводу шиках, но и штихах, когда собираешься. Ты так думаешь. Боже, ты говоришь, пошел бы лучше. Леша в эфире сейчас тоже. Где, в каком эфире? С вами получается? Лехе, привет. Да, спасибо, что нам на здоровье летит. Подначили мне. Удачи. Здравствуйте, здравствуйте. Hello, hello. Давай проплойку. Добрый день, Беларусь. Привет, приезжай в Тамбов. Да. В прямом эфире Леша сейчас. Молодец. В инстаграме ведет эфир Леша. Ну да. Слава, Расплаку. Что там за бабочка у тебя стоит сзади? Блэйк или Рич? Я же сказала, я вообще не люблю клубы, хожу в Блэйк, потому что очень люблю парш, и вошел на другом. Блин, реально крутой парень. Чарльца тоже следили на голосование? Да. Вы поругались? Нет. Чуть-чуть с утра. Пускай ведет. Что за счет Кобозова-Жарикова? Не знаю, что еще Кобозова-Жарикова. Жаль, что ушла с Дома-2. Ну, как бы, мне не жаль. Так, я, наверное, пошла в магазин за продуктами. Что-то я есть хочу, чтобы съесть. Проколы я свои на животе показываю вам. Беларусь, привет, приходи на проект. Я не вернусь. Фрукты твои, ты супер, спасибо. Что думаешь, что Марго вообще четкая урочка? Где Леха? Леха в прямом эфире сидит, мы сейчас с вами написали. Приятного аппетита, спасибо. Фруктов. Нет, хочу что-нибудь, что-нибудь прямо поесть. Приходи на манты. А где вы? В ряду, конечно. Что-то пойдешь покупать, еще не, да, не знаю, давай покупать. Ты такая красивая, ты-то красивая, невыносимая, рядом с тобою. Да, я такая красивая, я не выхожу к вам в эфире, не делаю никаких сторис, я вообще свинья. Я очень сильно из этого пригодорит, переживаю, страдаю. Я говорю, мне на часа не просняло. Вроде бы лето, а я не знаю, мне как-то не очень хорошо в душе. Блин, вообще не очень. Таллин, привет. Сейчас петели с картошкой, господи, боже мой, что вы пишете, я сейчас соберу, у меня слюна подчет. Больше делаю эфиров прямых, лежа, тоже в эфире, да. Я буду делать больше эфиров, согласна. Блин, прям вообще как бы забила, да. Хрю-хрю нужен розыгрыш, согласна. Прям сейчас пишу слово розыгрыша. Панические атаки, да, бывает. Ну, у меня часто бывает, у меня душевное состояние не очень хорошее. Я же говорю, когда мне пишут всякие пахлы, тварь, какую тебя это назвать. Люди, то что, ну, в краске его лбась, но ты не знаешь, как бывает мне, когда я отключаю, например, эфир. Если я здесь могу расплакаться, просто дайте, что со мной бывает вообще в реальной жизни. Ну, я стала это делать втихоря, конечно. Ну, вот, как бы, например, чтобы мой мужик это не видел, потому что зачем своему мужику нужно будет, если я буду постоянно плакать. Ну, бывает потихонечку я это делаю. Ну, просто не отвечая на трубки, на звонки. Вот. Бывают панические атаки, конечно, конечно, я много чего боюсь. Это очень плохо, но я такая рада, я про розыгрыш. Я поняла. Нет, не свяжу, ты купила своего разноцветной полушубок. Где купила? Долг-2 за кадром. Привет. Я купила его на Дубровке. Кстати, продаю, хотите купить у меня? Я все продаю, все вещи. У меня много вещей. Сестра ругается, говорит, что это не будет складывая, а я их не нашел. Вот, поэтому, давай, ты очень хорошая. Спасибо. Привет, 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 привет. Привет, привет, на голове что-нибудь сделаем. Так, брызгиваю на полу, но только накручиваться я не буду. Ха-ха-ха, покажи живот. Как же ты справляешься с депрессией? Честно сказать, я общаюсь с людьми, мне сразу становится легче. Так, все обсуждали там мои растяжки. Так, смотрим еще раз на мои растяжки, конечно. И вот на проколы, которые я сделала. Болит живой. Честно, первую ночь вообще спать не могла. Вот, привет, Иван. А, ну, куда собираешься? А как не справляетесь с депрессией? Расскажите мне. Я вам расскажу. Я приезжаю на работу. Привет, дорогая. Я вам уже поздоровалась, что не видел. Моя смс-ложнику, ошибка. И за сколько продаешь? Честно, вообще надо... Напишите мне, пожалуйста, личное сообщение. Я даже его не прочитал. Ну, это... Вот. Я купила его за 14 тысяч, продам за 8. Это натуральный мех. Это натуральная мама. Вот. Размер SM. Ну, это все такие лежат. Какая... Что животом с Лешей вместе? С Лешей мы вместе, но мы немножко пога-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так как бывает. Давайте что-нибудь сделаем на голове. Называется прическа 5 секунд. Где любимый дом? Ну, где-то любимый, где-то любимый, где-то где-то. Поэтому свадьбы не будет. Все. Ну, в тиспорте Леша с тобой прилетел, конечно, со мной, с кем еще антидепрессанты помогло в родину. Боюсь, что... Блин. А мне сказали, что если я буду пить антидепрессанты, то... Да не, вы что, это жестко пить антидепрессанты. Ну, как бы, мне кажется, потом... Ты без них не сможешь, нет? Курица ты. Да, я курица. Отпоився, проходила, самочень круто. Да, иди в магазин, надо кушать. Шишечка на голове тебе нужна очень хорошо. Спасибо. Что, брезгаешь волосы? Ну, какая-то хреньчатая, она не помогает мне себе. Я сейчас забыл бы возьму это или нет. Какая-то... Пальдия, наверное, чем-то неплохой волосы. Я уже показывала свои штучки всякие. Тебе болит живот, ребята. А, ну, понятно. У меня еще синяки были. Ваш ролик, грешные баранки. Мне поднимает настроение. Да, вам нравится? Да, я ведусь вот так. И вообще в детстве была такая самая смешная. Ну, не только в детстве. Раньше, конечно, я любила поприкалываться. Вы знаете, мне кажется, я была раньше такая весенушка, хатушка. С возрастом как-то, ну, не знаю, что-то не то. Надо отпустить все. Очень красиво. Ты где, Алексей, здесь красавица, у тебя очень живут, как животик есть. Вот только показывала. Синяки есть. Сегодня уже смогла спать. Но просыпалась все равно, когда попадала на живот. Я хочу вытянуться. Нельзя так сказать. Ну, это сухой шампунь, как у меня головы, москеты. Такая экология, башка с вала. Сухой шампунь показываете? Так, это я ушла. Сухой шампунь белорусский. Ничего такое. Чего ты проискаешь? Какое у тебя фирменное блюдо? Я много чего мне готовить. Но я не готовлю. У меня же удаваться, кстати, спала. А, лишь не жалую. Что же? Может, не надо копаться. Потому что лучше отстало, ну, и готовишь. Ну, что же делать? Убирайте, хорошие готовишь. Грешные баранки. Пропей могу. От стресса. Ребята, у меня нет такого стресса. Просто иногда я как-то... Ну, в принципе, у меня не стресса, у меня... Не знаю. Ладно. Не хочу рассказать. Чем вы знаете? Я не разговариваю на какие-то, вообще. Тара-та-ра-та-ра. Знаешь, что уже много работают, а я вот как-то что-то... Из-за этих депрессий я не могу работать. Это классно. Где работаешь? Можешь свой магазин? Интернет-магазин, интернет-магазин. Когда я работаю? Как модель? Вот у меня должны быть съемки сейчас для спортивного магазина. Вот. Видите, похудела, сразу позвали меня на съемки спортивной одежды. Вот. Как модель, да, подрабатываю. Но, боюсь, не знаю, пойди бухни, я не бухаю. Я считаю, бухлом ты, бухлом не поможешь. Явно будет только хуже тебе, если ты будешь бухать. Как похудела. Ты куришь? Да не курю, не курю. Депрессия терна, таблетки не помогут. Если ты... Если ты... Расскажи, приобрести в каком магазине. В Минске покупала свой шампунь. Белорусская Белит, это, косметик. И будет хорошо. Да я не переживаю, а так... Жрешь, он, скажи, свои дети сейчас чем-то на доме похоже. Свадьба будет, но будет свадьба, если же. Я вчера мыла голову, я не считаю, что нужно мыть голову каждый день. Вот. Она была чистая, но не настолько, как я люблю, чтобы она была идеальной. Из-за чего депрессия, да не курь там достали? Что нужно есть в том, чтобы быть в хорошей форме? Свадьба, когда, в этом году, я сказала, что свадьбы не будет. Почему, Леша, вот ты, вот ты беру платья, супер, спасибо. Я думаю, что, на этом вопрос. Ну, я считаю, теряется из вида кто? Ну, те, кто вообще никто в этой жизни. В принципе, и были до проекта, и после проекта. У меня нет в этом проблемы, и я, в принципе, я вообще об этом не задумываюсь. Я считаю, что ты, если сам по себе яркая внешность, и яркий человек, и внутренние, вот, то у тебя все будет, в принципе. Я могла свою карьеру инстадевочки, например, еще начать, когда только зарождалось это все, когда меня, когда они спрашивали, подписался Тимати и так далее. Как все начинали, девочки, там, с маленьких подписчиков, и так далее, и так далее. То есть, мне это неинтересно было, и все, сейчас. Но, как бы, у меня есть свои люди, и я для них поэтому устраиваю конкурсы, о чем-то думаю. Я придумала более большой глобальный проект, для этого должна была здесь быть, помогать не просто какими-то капельками конкурса, а именно, как девочки писали, помогать глобально, у кого нет возможности. Все знают, что я добрая девочка, и мне бы хотелось... Я себя именно вижу в этой роли. Помогать, 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 помогать. Я свою дочку заставлю, что помогать. Покажи духи. Не покажу. В Саверию хожу. Молша, хочешь, я хочу забрать свою дочь, я не думаю, поэтому про детей. Если получится, то будут дети. Нет, мне не надо, пока я не верну свою дочь. На проектном 2 я не хочу вернуться. Что за Бред? Что за Бред? Где же будешь сестра? Потому что я не проживаю со своим ребенком. Если вы спуститесь вниз, там одни фотографии и видео с моей дочкой. Привет, привет, привет. Боже, хватит писать про дочь. Я сейчас виду с эфира. Я потому что вообще собиралась ходить кушать, и как-то с вами застряла. Я ничего не знаю, мне надо меня спрашивать. А я говорю, так, у меня нет настроения, и писала про то, что я хочу вообще удалиться, и начались опять. Класс. Ладно, все, я пошла с эфира. Всем хорошего дня, чтобы меня больше не загнали. Я написала тебе в директ по поводу ламы. Да, спасибо, можешь сказать. Ответившую. Нет, зачем мне? Я только буду делать, как бы, буду выбирать, что потом мне не писали опять. В течение недели человека. Как бы, как бы, тоже подарок за 6 тысяч, нормально. Лиза, как по животик. Не читая такое, да нет, все, я пошла. Всем пока. Спасибо. Много плечиков поставили, я не удаляюсь, да? Загораешь в солярии. Ну и любую тебя. Спасибо большое, очень приятно. Что бы я делала 5 класс, наверное, тогда вообще с ума сойду. Просто у меня бывает мысль, что я хочу куда-нибудь одна улететь. Одна, абсолютно одна. Отличительной формы, ни с кем не общаться. Ну, ни с семьей, ни с кем. Прям вообще просто побыть наедине с собой. Тяжелая все-таки такая нуша. Вот. И сейчас, как бы, я скажу вам так, многие бы из вас просто бы офигели, если бы писали бы про вашу жизнь, ваши больные темы каждый день. Ну, не знаю. Моя мама говорит, что она бы не выдержала, все бы послала давно уже. Большего дня. Севастополь, привет. Люблю тебя, люблю я вас. Все. Всем пока. Я целую. Попозже, может, выйду еще. Это очень хорошее, да. Поэтому я считаю, что я никогда не попаду, потому что если я сделаю тот проект, который я хочу, но так как когда ты... Понимаете, когда ты хочешь что-то делать доброе, не для себя, немногие люди могут в этом помочь. Есть хорошие люди, с которыми я общалась за эту тему, да. Но, как вы заметили, многие даже, девушки делают все только для себя, потому что на самом деле никому это не надо. все хотят все для себя, все для себя, все для себя. Каждая срока, посылает каждую срока, потому что на улицу и на ногу. Ах, просто парень себя ведет к истеричке, как бомба. Насте Кучер, привет. Все, пошла, пошла, пошла. Всех целушкин немножко. Продай серый костюм с окрутым плечом. Что за серый костюм? Скажите, напишите, продам. Я же вдруг веселее стану. Да я была веселой до этого, пока не начали говорить китайский. Могу, очень нравится, отличный. Ну, спасибо, Ксюшка. Спасибо. Тогда пишите библиечку. Что за серый костюм? Пошла? Пошла, 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 привет, пока. У меня вопрос, что делаешь? Там ниже есть. Все, обнимаю, я пошла. Кстати, так, каленки записывайте. Опять-то. Я хочу, кстати, еще раз Лалену постептировать. Я тоже буду участвовать в этом конкурсе. Вот, потому что фотки бомба. Обрабатывает она не и реально круто. Еще шлюсь фотографией с Дариной, и Дарина сегодня может выиграть. козявка такая маленькая. Так что, Иди уже, пошла. Ну, обязательно участвуйте. Если хотите, на фотосессии, там красивое платье, да, если не хотите, нижнее белье, как я, но я просто люблю такое. Там шикарное, шикарное платье, шикарнейшее. Да, доброе сердце, вот этим и надо, надо брать. Конечно же. Знаете, в Москве почему такие люди злые? Я когда переехала в Москву, так, напоследок история. Вот. Приехала в Москву, мне все говорили, по тебе видно, что ты невестный, ты всегда улыбаешься, ходишь, люди. Даже в больницу попала здесь, у меня была высокая температура, с бочками проблема. Вот. Попала в больницу, и мне, и мне, короче, бабуля одна сказала. Я все время ходила, я улыбала, и здравствуй, здравствуй, ну, что тебе нужно от меня? Я говорю, смысл, я просто улыбаюсь. Проживя год в Москве, уже полтора, вот, я поняла, почему люди такие злые, я тоже бываю не настроение, особенно, когда таксисты, нихрена не понимают по-русски, ты не можешь дождаться таксиста, или едешь 3 часа в пробке туда, потом час обратно, ты приезжаешь домой, никакой, тебе не хочется разговаривать, ничего делать. Я тебя понимаю, людей, которые здесь живут, которые стоят в пробке по 2-3 часа, мне их очень жаль, нервы, да. Да, я все покинула эфир, все, пока, всех целую, обнимаю.